В поселке Сяндиба Аланецкого района состоялась торжественная церемония открытия памятника испанским детям войны. На плитах высечены 23 фамилии юных добровольцев, воевавших в 1941 году в рядах Ленинградской армии народного ополчения и погибших на Карельском фронте. В торжествах принял участие посол Испании в России Игнасио Ибаниес Рубио. Как испанские молодые парни попали на Карельский фронт и погибли в репортаже Светланы Воробьевой. Под песней военных лет у местного памятника Алеша в поселке Сяндиба собираются гости. Здесь увековечены имена погибших воинов 2-го приморского полка 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения. В самом начале августа начались очень тяжелые бои. Дивизия в составе 2-го приморского полка и 3-го выборского стрелкового полка, они попали в окружение и с тяжелыми боями выходили из окружения. Сегодня спустя 77 лет вспоминают погибших в тех тяжелых боях Великой Отечественной и открывают еще одну малоизвестную страницу истории. В составе народного ополчения были совсем юные парни, их называют испанские дети войны. В Советском Союзе они оказались в 30-е годы в эвакуации и захваченной гражданской войной Испании. Здесь оказались воспитанники испанские дети войны, которые являлись воспитанниками ленинградских детских домов. Те, которым на момент начала Великой Отечественной войны в июне 41-го года было уже по 17-18 лет. На самом деле и более младший возраст пытался прибавить годок-другой для того, чтобы попасть сюда, в ленинградскую армию народного ополчения, и уйти, и уйти воевать против фашизма. В этот день мемориал пополнили еще две плиты, впервые с именами испанских добровольцев. В церемонии открытия этого памятного знака приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков и посол Испании в России Игнасио Ибанис Рубио. Нам очень важно, что в эти дни мы были не одни. Все честные люди, они понимали, на чьей стороне правда. Испанцы на этой земле защищали главные ценности, в которые верили, свободу и достоинство человека. Они герои. Имена 23 погибших испанцев-добровольцев высечены в граните, в их числе пение Анторио Мартин. Поисковики нашли его медальон и личные вещи и передали испанским гостям. Очень впечатляюще. Это мандраж, это непредавимое ощущение. Это надо просто прочувствовать, понять. Вначале было непонятно, как мы были в замечательстве, когда уже архивы подняли, посмотрели, то что поняли, что это испанец. А до этого было написано пение Мартын, Мартын, ну или пение фамилия. Оказывается, пение Анторио Мартин, испанец. Мы хотим передать вам его личные вещи, а именно солдатский медальон, в котором был вкладыш, где он своей рукой написал свое имя и откуда он призывался. Работу в архивах инициировали сотрудники информационного центра ТАСС «Северо-Запад». Для месяцев их кропотливой работы девизом стали слова игумени Сяндемского Успенского женского монастыря, матушки Варвары, которая сказала, что в русской традиции принято поминать поименно. Мы давно работаем с испанской темой. Началось все с Ленинградской области. Нас очень заинтересовал тот факт, удивительный может быть для многих, что в Ленинградской области были целые партизанские отряды, состоявшие из испанцев. Они били фашистов на российской земле, те, кто сражался с ними еще в республиканской Испании. И вот так вот постепенно-постепенно ниточка вывела нас и на карельскую землю. На карельской земле погибла почти половина испанских детей войны, которые добровольцами ушли на фронт, по сведениям информационного центра ТАСС «Северо-Запад» из 54-23. Светлана Воробьева, Владислав Будников, Сампо-ТВ-360, поселок Сянтиба, Олоницкий район.